уважаемые девятиклассники начинаем серию наших заданий разбор заданий и мы видим по порядку у нас также решить шестое задание шестое задание мы решаем очень просто надо внимательно читать исходный текст подчеркнуть там все имена собственные место время события сюжет и дальше соотнести с правильными или неправильными вариантами ответов здесь смотрим шестом задание формулировка какие есть высказывание соответствует содержанию текста укажите номера ответов плюс-минус значит смотрим да так как у нас время ограничено поэтому читать текст мы не будем но я вам здесь немножко подскажу в первом событие описанные в тексте происходили на неве да это действительно так события рассказа леонида пантелеева происходили в городе ленинграде он стоит на городе не ли на реке неве значит второе командир батареи понимал что случайными жертвам стрелы становятся мирные люди так оно и есть потому что в диалоге с главным героем он об этом объясняет что сожалеет что действительно могут быть жертвы со стороны мирных жителей это плюс третье задание лодка была осовско обстреляна вражеской артиллерии нет это не так тот же командир батареи когда он рассказывает там фрагмент это можно прямо вычленик да он финале текста говорит что лодка была обстрелена наоборот не вражеской артиллерии 4 марка макси матвей капитоныч это сын погибшего перевозчика да это так потому что сразу же в начале текста мы находим как нему почтительно все персонажи обращаются маквей капитоныч он сын погибшего период перевозчика плюс пятый вариант мальчику гребцу хотелось бросить весла и спрятаться это не так текста смелости героизме и бесстрашие матвея капитоныча он же мальчик гребец он же главный герой и это неправильно поэтому ставим минус тогда соотнесем плюсом и поставили а значит и номера ответов то номера у нас будет один это будет два и будет у нас 44 тогда ответ у нас будет сто двадцать четыре сто двадцать четыре дальше следующее задание это задание 7 7 и в седьмом задании вы должны найти средства выразительность определенная которая здесь от вас требуется но допустим здесь у нас требуется найти эпитет эпитет эти с вами формула эпитета она очень обычная простая это всегда прилагательное или причастие я сокращаю слова до причастие в переносном значении переносном значении то есть не буквально и не прямой а переносное значение это такой излюбленный троп и в по и в русской поэзии и в художественных текстах да и в нашей будничной речи бытовой мы постоянно используем эпитеты и так читаем нам надо найти предложение где есть эпитет да или эпитет первом предложении давайте сперва так обычным способом найдем все прилагательные причастия например вот у нас в первом предложении человек какой маленький далее весла какие страшные нашли во втором предложении мы находим нет нет таки нет ни прилагательных не причастей далее в третьем третьем предложении тоже нет и сводное слово в четвертом ужасом каким смертельным нахожу сочетание слов далее работе какой заклятой и воде какой черной невской до согласованные определения у меня идут и в пятом предложении здесь мы видим орудий каких зенитных зенитных вот у меня такая подборка теперь мне надо решить задачу с основное выяснить что не эпитет что и эпитет обратите внимание здесь у нас получается тогда да давайте рассуждать весла какие страшные весла вы знаете приспособление на лодках на суднах на шлепках вы все знаете кто был на рыбалке или же на любите рыбачить вы понимаете чем я говорю следовательно весла страшные но это конечно переносное на переносное значение поэтому это эпитет во втором предложении мы сказали его нет в третьем минусуем удаляем отбрасываем эти варианта в четвертом уже смертельный заклятая работа черная вода действительно эпитеты и плюсуем а в пятом предложении здесь орудий каких зенитных но здесь давайте рассуждать зенитки зенитные орудия это конечно вы все знаете во время войны были такие действительно арт обстрелы и собственно наверняка разбираетесь военной техники но это буквально поэтому получается у нас это неверно здесь нет аппетита в прямом значении поэтому мы его удаляем отбрасываем остается у нас ответ тогда ответ один первое предложение и 4 четвертом предложении следовательно 14 14 переходим к следующему заданию это задание восьмое задание восьмое и восьмом задании дается лексический анализ лексический анализ значение слова до значение слова давайте прочитаем формулировку найдите в тексте синонимы к слову ялик синоним так лексика предполагает знания синонимов аммонимов и антонимов что такое синонимы синонимы это помните да слова которые имеют одинаковое значение одинаковое но пишутся и произносятся по-разному по-разному и так надо наша задача найти 16 предложение где это слово употреблено и так мы находим основном исходном тексте 16 предложение 16 предложение вот я нашла и давайте его анализировать итак не успел наш ялик отойти на сотни метров от берега давайте этот фрагмент возьму случилось то чего казалось бы уже никак не заблуждать в этот солнечный безмятежно спокойный летний день итак вот у нас слово употреблено ялик ялик не успел отойти не успел отойти от берега от берег давайте подключаем аналитический способ ума то на чем максим то есть наш главный герой простите матвей капитоныч он же главный герой он же перевозчик он же мальчишка 11 12 лет он же бесстрашный смелый герой перевозит перевозит через реку перевозит через реку и так это существительное существительное в единственном числе значит нам надо здесь найти и написать синонимы написано к слову ялик то есть мы пишем и подбираем к существительному ялик существительные в этом же значении так рассуждаем то на чем можно перевести то на чем можно рыбачить то на чем можно судно собственно и так у нас появляется имена существительные да во первых это судно далее шлюпка мне подсказывают шлюпка и еще у нас есть или можно написать лодка лодка вот такие три варианта все писать не будем один из этих синонимов написано 1 давайте исключать значит нейтральный до самым первым самым первым конечно же вы назвали слова лодка лодка поэтому ответ мы запишем лодка лодка так мы выполнили 8 задание лексический анализ лексический анализ еще раз предполагает знание значение слова происхождение да конечно же подбор умение подбирать синонимы умение подбирать антонимы определять устаревшие это слово архаизм или историзм конечно же знать сферу его употребление книжная или же нейтральная или же бытовое да как быть разговорный стиль но и собственно лексический анализ лексический анализ конце мы всегда говорим заимствованное слово или же это русское исконно русское но этого всего по школьной программе в учебниках у вас всегда лексический анализ вы можете потренироваться сами но а мы у нас задача самое необходимое это просто найти слово подобрать тексту слову я лексиноним с чем мы исправились написали существительная лодка можно было написать или судно можно было написать или шлюпка все ответы правильные надеюсь вам стало 7 немножечко сегодня яснее поэтому я хочу вам пожелать чтобы вы тренировались помните суворовскую поговорку вашу любимую родителями до тяжело учение легко в бою до скорых встреч а